Приветствую вас, Вера! Я думаю, что после написания этого текста вы сами уже поняли, скорее всего, что вы хотите сделать, и что вам действительно нужно сделать. То есть ваш текст, это такая своего рода исповедь по поводу того, что произошло. Вот, вы написали этот текст, я думаю, что он вам откликнулся как-то, и я думаю, что именно благодаря тому, что он вам как-то откликнулся, вы можете уже поступить определенным образом. Потому что вы поняли, что действительно вам нужно, а что вам не желательно. Смотрите, вы пишите «Здравствуйте, уважаемые психологи», с одной стороны. С другой стороны, вы пишите «Хотел бы ваш совет». Но психологи не могут давать советов. Не дают психологам советы. Не занимаются мы этим. Так что же вы хотите? Ваш вопрос, стоит ли сейчас извиняться и в какой форме это сделать лучше всего, целиком и полностью зависит от вас. То есть, стоит извиняться, чтобы что? Другой человек? Подруга? Друг? Родитель? Коллега? Молодой человек? Это не постоянная величина. А вы сами для себя константа. Так, если вы сами для себя константа, если вы сами для себя являетесь константами, то и ориентироваться нужно на себя же. Как вы считаете? На мой взгляд, именно так и стоит действовать. То есть, делать для себя. Если вы хотите извиниться и считаете, что это очистит вашу совесть, например, что вы были не правы. Извинитесь. Но если вы это делаете для... Ну, в большей степени, если вы делаете для нее это... И надеетесь, что она отреагирует как-то... Ну... каким-нибудь образом отреагирует. То это на самом деле... Завершенно не тот вариант, который вам нужно рассматривать. Но при этом... Очень важно... Рассмотреть вариант в таком случае вашей неудовлетворенности собственной веры. То есть, из чего вам не хватает... Самой. Далее. С первого курса я дружил с подругой 11 лет. У подруги весьма непростой характер, в какой-то степени интровертный, но мы достаточно близко общались и секретничали. Ммм... А по какой причине вы выбрали себе в друзья человека, который обладает вот интровертным характером. Что вас объединяло друг с другом. Что вас связывало друг с другом. В конкре... Конкретно... В... 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 этот момент, поисследовать. Понимаете? Потому что вы вроде бы пишете, что она синтроверт, что как она, которая у неё сложнее, но в то же время общались, секретничали. То есть, получается, речь идёт здесь о доверии человеку, которого вы считаете сложным, которого вы считаете тяжёлым. Противоречия. И как-то в один день, а прошло уже на данный момент 6 лет с тех пор, она обиделась на меня за что-то молча, а я на эмоциях написала ей, что больше не хочу с ней общаться, нам лучше прекратить общение, потому что мне тяжело с ней дружить. Что-то она молча обиделась, это понятно, но не очень понятно, почему вы на это отреагировали на эмоциях. Что, собственно, эмоции это вызвало? Ведь не её обида вызвала у вас эмоции такие. Может быть, что-то другое, например, вас заделась, она обидела. Может быть, что-то ещё. То есть, это нужно, на мой взгляд, всё-таки поисследовать. Дальше, значит, нам лучше прекратить общение, пишите вы, потому что нам не должно мне тяжело общаться, дружить. А в чём заключается тяжесть дружбы заключалась? То есть, понимаете, если вы хотите подруге перед бывшей подругой измениться, то, наверное, имело бы смысл донести до неё свои чувства, которые есть у вас, эти самые чувства. То есть, вот именно донести до неё свои чувства. Свои аутентичные чувства. Что-то понимаете. Дословно, что было написано, я не помню. После этого наша бросьба дала прессину, мы какое-то время, около года ещё общались, встречались, но жёстков с складком от неё. Здесь непонятно, пробовали ли вы с ней поговорить на эту тему. Потом мы вовсе перестали общаться, а только лишь поздравляли друг друга с Днём Рождения и Новым Годом. Ну, может быть, у вас просто интересы разошлись. То есть, вы считаете, что всё дело в этом холодке, но откуда вам это известно? Может быть, просто вы друг другу уже стали неинтересны, и вам тяжело было с ней дружить, и ей, наверное, тоже, ну, её тоже, наверное, что-то не устраивало. То есть, вы по какой-то причине возложили ответственность за ситуацию, вот эту ситуацию, да, ну, ответственность за ваш разрыв. Только на то, что вы на неё на эмоциях там ей что-то сказали. То есть, если это действительно дружба, то она вряд ли бы досталась от такого всплеска, тем более, что для подруги вашей вряд ли это новость, что с ней тяжело взаимодействовать. А я, конечно, уже пожалела давно, что так остро отреагировала и так написала Ири. Тут, конечно, несколько интересно, что вы пишете Ири, написала. То есть, достаточно, так, характерно. В особенности потому, что она очень сложный человек и очень трудно такие вещи отпускает. Может быть, именно потому и написали? Потому что были постоянно недомолвки, вы были вынуждены постоянно, не знаю, себя контролировать, например. Вы были вынуждены постоянно думать о том, как сказать, что сказать. Это действительно, действительно тяжело. Так может быть, всё дело, опять же, здесь, в вашей неуверенности в себе. Так, я не такая, естественно, захотелось как-то дать ей понять, что я тогда была не права, и то я не знаю, что это делать. А дать понять, что вы не были не правы, чтобы что? Вчера я написала Ире, спросила, как она пожелает, как у неё дела, мы немного пообщались о работе, погоде и т.п. Мне всё хотелось сказать, что я не права была тогда, что по глупости такое я написала. Ну, как сказать, опять же, смысл, да, то есть, цель этого. Как вы думаете, лучше всего можно донести до неё такую мысль, ну, мысль вот такого типа? Но столько времени прошло, не глупо ли это? Кто решает, что глупо, а что нет? Кто определяет, что глупо, а что нет? Такое признание сейчас, и может быть, ей оно совсем не нужно. Конечно, в первую очередь, это моё желание. Противоречие. Если это ваше желание, какое имеет значение, нужно ли это или нет? Цель этого, наверное, чтобы она не сердилась на меня. Вам, для вас какое значение имеет связи, связи с она на вас или нет? Какое для вас это имеет значение? Ещё потому, что я действительно осознала, что поступило неправильно. Это сейчас. А тогда вы выразили свои эмоции, которые были актуальны для вас тогда. Так почему вы позволяете сейчас в себе настоящей оценивать себя тогда в прошлом? Ведь вы были другой. Прошло как-никак пять, ну ладно, четыре года. На каком основании вы позволяете себе себя оценивать? И обесценивать свои чувства и поступки, действия тогда? Значит, друзья, вы не уверены, что она получится, не факт, что она будет прежней. Может быть его больше для очистки совести что-то? А разве обязательно для очистки совести писать ей? Ну то есть, если вас беспокоит совесть, то нужно работать с ней. Для этого не обязательно ей бежать. То есть получается, вы просто все это делаете для того, чтобы себя успокоить. Если Ира посчитает, что я такая нервная размазня, сначала поставила точку, через шесть лет об этом пожалела. Ну что ж, думаю, не умру от этого и нормально приму. Вам волнует кто-то она посчитает, поэтому я не думаю, что вы прям так уж легко это воспримите. Опять же вопрос, почему вас это волнует? Вот. Стоит ли, значит, извиняться, в какой форме, каким образом это лучше сделать? Ну Вера, знаете, вот по, значит, ощущениям я могу сказать, что вам сколько, ну двадцать, наверное, двадцать три, либо двадцать четыре года. Скорее всего. Для человека такого возраста вы мыслите, в принципе, ну, вполне адекватно. То есть, ну, своевременно. Своевременно. Я думаю, что вам не нужно разобраться, взрывав себе, какие у вас чувства, на что обращены, что, кому и для чего вы хотите донести. Потому что, если подруга почувствует, что вы просто возвращаете долг, извиняюсь, то вам будет и это заденет еще сильнее. У меня пока такое ощущение, что вы просто пытаетесь, ну, компенсировать, что ли, какие-то вещи, которые вы считаете неправильными. То есть, вы взяли, сами оценили свое действие как неправильное, опираясь на не очень понятные аргументы. И, исходя из этого, вы будете перед человеком извиняться. А что бы было, если бы вы считали этот поступок правильным? Вы бы тогда не извинялись. То есть, вы понимаете, извинение, оно происходит не потому, что человек то или иное в своем поведении считает правильным или неправильным. Извинение имеет другую причину. Сладкая штука. Также вызывает вопрос ваше высказывание о том, что я все хотел ей сказать, что была не права, но столько времени прошло, не глупо ли? То есть, я здесь делаю предположение, что вы, ну, такой, стеснительный человек. Если это правда, если вы правда стеснительный человек, то в первую очередь, работать нужно именно со стеснительностью. И еще потом со всем остальным. Понимаете? Вот. Это так, как я могу вам ответить на ваш вопрос. С точки зрения профессиональной психотерапии и психологии. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.